Вот какой. В группе «Аквариум» насчитали, сидели командой «Земля-воздух», насчитали 32 человека с 1973 года. 32 вместе с вами. Охарактеризуйте, пожалуйста, тех музыкантов, с которыми вы играете сейчас. Уже, по-моему, три года состав не меняется. Да. Вот почему менялся состав, достаточно серьезная была ротация людей и кадров. И как вы охарактеризуете ребят, с которыми сейчас играете? Мне спрашивают иногда. Это проще всего спрашивать у тех людей, которые больше не играют. Но я не помню такого, чтобы из группы хоть за всю историю существования «Аквариум», чтобы кто-нибудь из группы был уволен. Такого не бывает. Это аквариум не работает. Аквариум — это притон, куда люди приходят, и если они хотят, то они остаются. Но было один или два раза, когда я просто понимал, что мы не как группа, а скорее как компания, общение не очень получается, что люди вместе не потому, что им нравится быть вместе, а потому, что их к этому обязывает положение. А так они дотубы ненавидят. Вот такое случалось на моей памяти за 30 лет два раза, и я просто говорил, что я больше так не могу играть. Ребята, я из вашей группы ухожу. Ну и получилось так, что часть людей, от которых я выбегал, потом возвращались уже в новую конфигурацию, и начинали чувствовать себя друг с другом значительно лучше. Мы играем пока нам хорошо вместе. Спасибо. И все-таки, если можно, вот те, с кем играете сейчас, каратенечко охарактеризовать. Может, они сами себя охарактеризуют? Может быть, они сами себя охарактеризуют? Вам-то легко, а мне с ними жить. Но им-то тоже в коллективе оставаться. Сэр, ну как мы будем решать эту проблему? Вот у одного музыканта, у Бори, за клавишами отношения, очевидно, выражена надписью на майке, например. Факт, yes! Майку покажите крупную. Вот это наши отношения. Понятно, спасибо большое. А вопрос к экспертам. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что в нашей стране есть поколение аквариум, как вот было в Британии и в Америке, наверное, тоже поколение Битлз? Есть ли поколение аквариум у нас в Советском Союзе, теперь в России? Кто ответит? Михаил Козырев? Ну, поколение... Был один из первых моих виниловых дисков. Это был диск равноденствия, который я купил в ЦУМе в Екатеринбурге за 3 рубля, по-моему. Это были серьезные деньги для меня в то время. И там как раз была эта песня «Поколение дворников и сторожей». Группе Аквариум я, честное слово, все те годы, которые я ее слушаю, неровно дышу. Это группа, которую я искренне люблю и приемлю все, что она делает. Потому что мне важно всегда, если ты человека любишь, ты должен принимать все то, что у него происходит, и постараться понять, почему это происходит. Очень часто бывает так. Выходит новый альбом, и люди говорят, ну все, сдулся. То есть они не дают возможности даже задать себе вопрос, почему человек вдруг повернул в том или ином музыкальном направлении. Я всегда стараюсь понять, почему, что происходило с теми людьми, которые писали и записывали эту музыку. Вот. Если судить о том, сколько нас таких влюбленных в этот коллектив многие годы, я не знаю, сегодня, я думаю, что относительно уже немного. И я говорю это с сожалением, еще и потому, потому что, еще раз подчеркиваю, ситуация далеко не такая благостная, какой она сейчас представляется. Мне очень радостно, что люди сегодня... У нас такого битка в студии, по-моему, не было с самого начала этих серий, и люди так честно и радостно приветствуют эту музыку. Хотя на самом деле это не так. Мне кажется, что сегодня мы привыкли к такому фастфуду, да? Выпекли хит, выбросили на радио, выпекли хит, еще один выбросили. И пройдет время, прежде чем понять, что вот эти песни, которые происходят все это время в аквариуме, они как раз это испытание временем выдержат, а все остальное сольется, как шелуха. И мне очень хотелось бы, чтобы таких людей сегодня было много. Спасибо. Матвей Гонопольский, пожалуйста. Вот здесь у Миши Козырева звучал пламенный призыв, чтобы музыка Гребенщикова звучала больше, шире, глубже. На эхе «Тамасквы» она звучит больше, наверное, чем на других радиостанциях. Это связано с тем, что станция разговорного формата, и у нас каждая мелодия, которую мы ставим, она, только поймите меня правильно, имеет как бы прикладное значение. То есть она ассоциативно должна лечь на материал. И вот с грустью я замечаю, что таких поводов относительно аквариума становится все меньше и меньше. Это не говорит плохо о Гребенщикове, потому что этот человек, вот как, помните, поезд вот этот, клип знаменитый, вот он идет своей дорогой. И я не знаю, я с ним близко не знаком, я не знаю, вот насколько его волнует то, что происходит, даже как поэта, в самом лучшем смысле этого слова. Он пишет свое, и он идет своей дорогой. А жизнь идет своей дорогой. Я еще раз хочу напомнить голосование, которое было. Давайте заодно пока посмотрим. Я могу, одну секундочку, позвольте. Я просто, я такое ощущение, что вот первая песня была, 500, да, более жесткой политической песни, я за последние годы просто не слышал. Патриотизм значит убей иноверца, эта стрела проходит через мое сердце. Да, наша родина жрет своих, как свинья жрет своих сыновей. Такое ощущение, что мы текст не слышали. Это же песня, которую я честно говорю, я до сих пор, мне стыдно, что я ее испугался играть на нашем радио. Я реально просто испугался в какой-то момент. Я подумал, что это настолько жестко, да, что, ну, попросту говоря, будет отторгнуто на корню, да. Поэтому мы выбрали более мягкую песню. Но это группа, которая сохраняет свою актуальность и злободневность каждый день. Поэтому текст просто надо слушать. Ну, может быть, просто ты слышишь это. Так я закончу. Я закончу. Так вот, я думаю, что поколение Гребенщикова – это вот поколение вменяемых людей 90-х годов. Мне кажется, что сейчас жизнь у нас так повернулась, и появились такие новые темы, и в жизни появились такие новые законы жизни, что она немножко повернула в другую сторону. На то она и жизнь. А Борис идет своей дорогой. И у него свой мир. Просто мир. Это не хорошо и не плохо. Это просто так есть. Но они разошлись. И мне кажется, что... Это не значит, что популярность будет падать. Я еще раз говорю. Вот народ сидит, скажет, Гребенщиков, а! Все пришли сюда и получают большое удовольствие. Но я задаю вопрос. Наверное, у многих дома масса пластилок Гребенщикова. Задайте. У вас, ну, да, я понимаю, вы не самый большой любитель, но неважно. Миша Козырев, дорогой мой. Много пластинок дома Гребенщикова? До фига. А теперь я ответил на вопрос, только посмотри в глаза мне. Смотришь в глаза. Насколько часто ты их слушаешь? Сейчас... Внимание! Сестра Хаос, последний альбом, слушаю очень часто. Очень часто. Ну ладно, я думаю, что дома... Я могу сказать, у меня одна пластинка Гребенщиковая, скажу какая, где он поет Вертинского. Вот это мне единственное, что очень нравится. Я считаю, это супер. Если честно, наличие пластинки не говорит о том, что вот есть пластинка, значит, будешь ее дома слушать. У меня куча пластинок дома, которые я слушаю раз в год, при этом любимые пластинки. Банально во время опять же упирается. Еще раз отвечу окончательно на вопрос. Это поколение 90-х годов. Потом они разъехались, как вот этот поезд и жизнь. Он поет о своем, и у него там много есть в чем разбираться. Все его песни совершенно фантастические. Вот он в них разбирается. А жизнь разбирается в своем. Сейчас, в 2002 году. Вот так они разошлись. Это мое ощущение. Спасибо большое, Матвей. Продолжим дискуссию. Тогда после песни, пожалуйста, Борис Борисович. Знаете, я с самого начала передачи думал, как же нам выйти из этого неудобного положения, когда все друг друга говорят хорошо. Я уже говорил, что как... Ну, я думал, может, нам что-нибудь это сделать, что-нибудь это сделать. А потом, когда мы «Северный свет» сейчас пели, я пою, и у меня в голове промелькнула как бы очевидная вещь, что красоты на самом деле и жизни так много, что нашей человеческой жизни не хватает. У нас очень мало времени. И времени с каждой секундой все меньше и меньше. Поэтому чем больше занимаешься базаром, тем меньше остается времени на настоящую жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok